Оказание неотложной помощи, диагностика туберкулеза и патологии. Это и многое другое возможно в кабинетах медицинского блока инженерной школы. Любой из 756 учащихся может обратиться с температурой, острой болью в горле или животе. Сейчас за здоровьем детей в инженерной школе следят врач-педиатр и медсестра. Планируется, что в будущем медблок будут посещать специалисты узкого профиля, в том числе стоматолог, которые смогут не только провести плановый профосмотр, но и выявить возможные патологии. Здесь все зависит от патологии. Узкие специалисты, конечно, они выявляют свою патологию, осмотр невропатологом, окулистом, осмотр ортопедом и так далее. Здесь перечень обследований зависит от возраста. В основном к нам дети обращаются при ежедневном приеме. Это повышение температуры, боль в горле, недомогание, может быть боль в животе, травмы. Не дай бог, но пока серьезного у нас, к счастью, ничего не случалось. Медицинский блок состоит из четырех кабинетов – приемного, процедурного, прививочного и стоматологического. Каждый из них оснащен необходимым оборудованием и медикаментами. Однако не все школы Севастополя могут похвастаться таким медблоком. По словам главного врача городской больницы номер пять Елены Большаковой, из 104 общеобразовательных учреждений только несколько соответствуют современным нормам. «Мы с вами понимаем, что все эти здания, сооружения, они были построены давно и, конечно, они многие не соответствуют. И то, что мы видим сегодня с вами в инженерной школе, это, конечно, шедевр, так сказать, да, это та же казачья бухта, да, это, соответственно, здания, которые вновь построены в соответствии с требованиями, уже новыми требованиями. И вот на сегодня, конечно, мы имеем здесь и кабинет врача, и прививочный кабинет, и процедурный, даже кабинет стоматолога. Это то, о чем может мечтать каждое общеобразовательное учреждение». По словам Елены Большаковой, в будущий медицинский блок будет выполнять еще и образовательную функцию. Специалисты узкого профиля будут читать лекции для учеников. По словам главного врача пятой городской больницы, это позволит не только расширить детский кругозор, но и привить школьникам заботу о своем здоровье.